всем добрый день сегодня у нас необычный случай про который хотелось бы рассказать у нас гра старых urban евро 6 пробег на приборке у нас 34000 но визуально выглядит где-то на 7100 потому что видно по тормозным диском по износу и также было заявлено что он долго стоял то есть да видно по дискам видно по подвеске где-то по какие-то влажности сырости что он стоял купили во владике его приехали с двигателя идут не не хорошие звуки отказал гидронатяжитель цепи вверх вот такой гидронатяжитель там стоял все оригинальный двигатели прям черное черное масло прям просто грязище когда открыли там был просто ужас такое течение что масло не меняли вообще сменили гидронатяжитель а сейчас будем делать следующее вообще оттуда когда машину забрали купили люди выехали и машина стала греться они останавливаются заливают в радиатор 5 литров охлаждающей жидкости едут дальше проезжают 200 400 километров опять такая же история и так до москвы много-много раз то есть ушло там литров 20 охлаждающей жидкости вот после этого то есть приехали сюда уже на опрессовку сделали ее получается при опрессовке мы открываем заливную горловину то есть у нас оттуда выдавливает газы то есть булькает можно было положить что что-то с прокладкой на головке но нужно не спешить нужно не спешить в этом случае так как пробег небольшой из случаев по евро совсем еще очень-очень мало что что-то там ломалось ставим опрессовку даем рабочее давление и при пробитой прокладки головки блока цилиндров либо допустим неисправный у нас давление будет расти надо в этом случае она не происходит стоит ровненько все работает все вроде прекрасно и антифриз самое главное с бачка расширительного в процессе эксплуатации не выкидывает он просто уходит и уходит и уходит первое что делается как на многих машинах то есть дизельных допустим мультибренд берем там какие-то рейндж-ровер и там audi и так далее так далее вот у них в первую очередь что делают закольцовывает теплообменник именно воздушный но на клапане егер вот здесь то есть его отсоединяют и напрямую от головки до отопителя ставят шланг то есть мы здесь уже это сделали то есть это сделали два дня назад вот и проблема с уходом охлаждающей жидкости исчезла смотрите такая штука здесь как бы не нужно приписывать эту машину ко всем остальным в этот теплообменник начинается у нас с 2008 года грандстаркс евро 4 потом евро 5 опять же на евро 4 грандстарксах это вот такие случаи с теплообменников не было никогда ни разу не было ни одного чтобы теплообменник лопнул уходить стало охлаждающей жидкости опять же при когда лопать с теплообменник то есть они залили 20 литров охлаждающей жидкости с глушителя не упало ни капли нету ни пара ни запаха ничего и все лишь потому что экология то есть мочевина и сажевый фильтр все на месте поэтому она нам не показывать если бы мы ее там удалили или она отсутствовала бы допустим как в евро 4 лопнул теплообменник или что-то с прокладкой сразу появляется сзади пар так вот на евро 4 получается 2008 по 2011 год этих проблемы никогда не было но мало ли может быть чего выскочит когда-нибудь на евро 5 это с 12 по 16 год ну было парочку случаев и все но вот на евро 6 получается у нас это уже третий четвертый случай именно лопается внутри теплообменник охлаждающая жидкость уходит у нас в камеру сгорания и вылетает трубу здесь наше действие наше действие сейчас мы его будем удалять полностью смотрите пробег потому что там вроде 34 написано ну по факту он около сотки потому что якобы где-то перевозили ее там через таможню там было указано что пробег был сотка во первых по все знают что мочевина у нас не работает в россии это первое второе максимум смолы по мочевине у нас там 22 23 грамма здесь уже 15 16 то есть уже подходит по этому удалять экологию и вторая причина почему мы это будем делать дело в том что если бы даже было бы у нас желание оставить или у клиента оставить поставить новый теплообменник дело в том что его нет то есть нету даже под заказ то есть ездить надо купили люди нужно эксплуатировать но запчасти данной нигде нет поэтому мы сейчас как делают многие на евро 5 и на евро 6 и на евро 4 на всех на всех дизелях мы будем выкидывать его полностью сейчас вытащим полностью клапан егр весь сборе с теплообменником отпилим с двух сторон две заглушки заварим их одну поставим на выпускной коллектор вторую на впуск экологию всю удалим и отошьем для того чтобы удалить на всех неважно на какого класса машины разбираем вот здесь отворачиваем там две гаечки вот там как раз мы будем пилить и потом там заваривать разобрали здесь а теперь разбираем здесь снимаем топливный фильтр убираем проводку топливопровод потому что он будет большой с такой трубкой полностью его оттуда сейчас вытащим когда вытаскиваем он упирается в топливный фильтр поэтому корпус топливного фильтра сейчас снимаем с топливопровода и вытаскиваем оттуда вот этот переходничок сейчас 2 на 6 верхняя болтика едва на на 8 нижней подключить на 12 можно конечно снять дроссель заслонку будет полегче но так как мы это не будем устанавливать назад только два болтика нам будет уже потом очень удобно поэтому нет смысла вот это кстати интересная такая штучка она славится он туда не вылазит оттуда хоть ты убей пока не снимешь он тут топливную трубку чуть-чуть не дает я прям вот так со стороны отводишь и сейчас все все вылезет вот и все вот эту часть мы эту спилим эту тоже спилим отсюда заварим и вот заглушку туда прикрутим нажат то есть вот эта часть у нас будет заглушкой пельнем болгарка здесь здесь и заварив все-таки топлив если верить слухам полка тени поэтому я думаю у них это работает опять же у них наверное следят за этим это клапано что же выкидываем состоится пустой разъем это клапан на заслонку теплообменника здесь кусочек шланчиком так обрежу сейчас с одной стороны то и можем болтик какой-нибудь и обратно туда вот с ним чтобы не было утечки куча неудобных болтов по снятию в конце самый дальний на 6 потом гаечка и два болта еще его держат отсюда сам теплообменник если есть конечно карданчик то проблем особо нет открутил один дальний болт эту гаечку мы установим назад потом через теплообменник прижимает коллектор так и теперь вот болты вот он один болт сразу стоит у нас держит вот он раз и там снизу еще один есть очень неудобный которому мешает трубка кондиционера жгут на старте и в отличие от евро 5 где он свободно вылазить на евро 6 опять же полный привод стоит выше от вот вот патрубка упирается рулевой вал попробуем конечно сейчас немножко в нагляк там подогнется эта трубочка покрутить туда-сюда и может быть проскочит не хватает прям миллиметров пятью пройти ему вот его просто шевелить она побольше а ну вот видите потому что то есть трубочка согнула поэтому вылез а так не дает рулевой вал то есть если бы мы сейчас его меняли вставляли бы то наверно измучились и может быть даже пришлось бы либо рулевой вал скидывать сторонку отводить либо снимать мой коллектор вот здесь внутри вот в этой штуке у нас дырка 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 а вот тут что за след вот какой-то не знаю или как будто вот охлаждающий жидкость как будто подтекал одет вот на клапане вот здесь есть след вот он под крышечкой вот и здесь капли есть потек а вот здесь сейчас ее отпилим и она будет готовой нам заглушки вот тут вот что такое ну вот здесь что-то вот подтекала сюда выходила вот какая-то гадость откуда и что этот или это просто счета свое склопанный игр вытекает то есть нам стоит еще познать это решение у нас здесь принято окончательно так как даже если допустим если и с клапаном игр что-то можно его там заменить поставить нового опять же он будет стоить немыслимых денег это первое вот и второе больше чем уверен что через некий пробег там не знаю 10 20 или 40 тысяч все равно придется удалять экологию поэтому без вариантов это бога а поставили все прикрутили и подтягиваем контрольный затягивал угловертом как затягиваем затягивать нельзя сейчас уже трещоточку контроля проверяем две гайки и эту сторону собираем много машин приезжает в которых уже колодия удалена много которые удаляли у нас здесь экологию так ставили заглушку или просто вставляли пластину я не кто бы ее чтобы не делал она всегда льется то есть по всегда подтекает вот из под этой прокладки то есть также здесь у них болезнь есть прокладка дроссельной заслонки и вот эта прокладка тоже у нее проблема то есть поставим на герметик и будем очень сильно надеяться что у нас будет держать лучше чем у остальных все затянули на герметике не вижу что-то особо выступил в любом случае машина будет обслуживаться у меня если там что-то не не так пойдет как у всех с этой заглушкой то в дальнейшем там просто при замене топливного фильтра это недолго и фон мы открутим и переплотним ее еще раз первый раз когда они приехали сейчас тепло груздвигателем что-то не то работает неправильно какие-то стучок какой-то бубанение вот сейчас после всего этого то есть завели и так очень сильно бубанила в воздушный в корпус воздушного фильтра так происходит когда падает рокер это то есть один из выпускных клапанов не открывается вообще либо не открывается полностью причиной скорее всего то есть если он не открывается вообще то это разбитый дирек компенсатор либо сломанный рокер упал рокер что-то но после того как дали газу бубанение стало меньше то есть говорит о том что одно здесь есть кстати вот я тут на соренто ломаю но допустим гидрокомпенсатор вот он болтается и он не открывает то есть не нажимает вот здесь сломанный был ролик изменял соренто и после того как дали газу он стал держать лучше и бубанение практически прекратилось но все равно она есть двигатели очень грязное масло не знаю кто как там когда чего это все ездил ну вот короче такой ужас сейчас решили подумали что заменим еще раз масло непонятно какое масло вливали у официальных дилеров может быть и масло вообще было какой очень плохого качества не знаю может после этого появилась а может быть она ведь работает вот именно евро шестового класса шумно шумно нестабильно даже сказал бы потому что в одном из цилиндров то есть есть проблема ну за этим будем наблюдать смотреть сейчас мы перегнали на другой подъемник а нам осталось по работе только снизу то есть вытащить эту огромную ракету ее распилить вытянуть оттуда и удалить самка то есть сверху а тут у нас вот смотрите что нам пришлось выкинуть это вот патрубки вот количество болтов клапан и фитинг то есть это уже не использовать потому что распилили не используя патрубки еще куда-то можно использовать клапан не знаю даже то есть болты вот это все что мы отсюда вытянули врачим болт снимаем хомут просто отодвигаем вот у нее как раз охлаждение которое приходится тоже глушить при удалении клапана игр или его обходе здесь также на этой же машине сейчас стоит новый оригинальный кардан потому что его оторвало вот здесь гайку то есть вот сейчас кардан стоит новый вот здесь где притягивается соединяется фланец оторвало гайку прям вырвало и поэтому кардан сейчас уже здесь стоит новый кардан тоже меняли у нас а его оторвало где-то там что-то произошло то есть его так как не было кардана и надо было ехать его вставили обратно заварили и вот пока кардан не нашли ездили на заваренном так вот форсуночка раз и снялась все ее отводим в сторону вот этот лямбда зон сейчас будем оценить полностью то есть вроде как можем конечно все отрезать и выкинуть но не будем этого делать потому что верхнюю трубу сейчас надо ценить здесь южик здесь надеюсь отворачиваем сейчас и чтобы отсоединить разъем надо открутить площадочка такая защита ну конечно больно низко она стоит при каких-либо этих она тут может все разлететь мне кажется и вот разъемчики сейчас здесь отстегиваем прям выбьем оттуда и он сюда сыпется весь потому что он прикручен так вооружаемся такой монтировочкой мощной чтобы не не гнул и чтобы могла раскалывать и с изгибов прямой плохо получается обязательно средства индивидуальной защиты помимо того что там различные тяжелые металлы все это были люди которые просто долбили дышали и потом раздражение были различные то есть это не впервые сейчас поставим такую коробочку потому что это будет сыпаться еще будет хуже он там состоит из двух частей то есть верхней и нижней часть ну вот с помощью молотка и какой-то матери вы вытащили все остальное кольцо все теперь аккуратно это будет прижиматься сперва прихватываться то есть все заварится отверстие который не будет она потом не резонировать не шуметь ничего все будет порядке вот мы выкинули все это прям на помоечку то есть сажер мочевина и вот его кольцо стальное которое то мешалось все мы закончили принципе нет смысла вам показывать как мы будем потом варить обратно ставить электрик потом отошьет будем следить наблюдать за этим авто это авто будет обслуживаться у нас потому что после покупки уже очень много всплыла неприятности что всплывет еще вот именно по работе двигателя мне очень не нравится хотя по параметрам то есть по расходу воздуха топлива все в порядке то есть по турбине надо то есть что-то с газораспределением почему и как это произошло и какой пробег на самом деле не знаем поэтому будем следить всем пока до новых встреч